Привет всем! На сегодня мы рассмотрим преобразователь для фонаря отсевших батареек. Нужно либо ферритовое кольцо, либо ферритовый стержень. Наматывайте 20 витков, соединяйте прямо параллельно, вот так, как показано тут на рисунке. По-другому соединяйте, не получится. Для этого преобразователя нужны транзисторы КТ-315 и КТ-3102. Вот тут наброски, распиновки КТ-315 и КТ-3102. Резистор на 1 кОм желательно регулирован, чтобы можно было регулировать напряжение в базу. И конденсатор электролитический, по полярности плюс в этой и минус 47 микрофарад, 50 вольт. Светодиоды от 1 до 9 штук. В среднем этот преобразователь вырабатывает 24 вольта. При подключении второй батарейки 34 вольта. При замене батареек на аккумулятор от телефона, он вырабатывает до 50 вольт. Я долго экспериментировал над этим преобразователем. Установил его на ферритовом кольце. Заменил транзисторы на полевой транзистор. Тут я более проще нарисовал схему, чтобы не путаться. И установил от телефона батарейку. Он у меня стал вырабатывать напряжение. Вот он у меня. Вот этот преобразователь. Здесь, то есть, видно кондёр, конденсатор на 1000 микрофарад. Его я также заменил. 100 ватт. Вот батарея. Всё навесной, монтаж навесной. Транзистор полярный. Сейчас мы увидим, как изменится электричество. Осмотрим, чтобы видно было показания. Включаем преобразователь. Он показывает у нас растёт, 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 растёт. До 134 вырастёт. Мини-высокое напряжение у вас в кармане. Это напряжение сильно бьёт. Так что, тасковольтное. Желательно снимать это либо разрядником, либо лампочкой на 220 вольт. Вот ферритовый стержень. Вот ферритовый стержень. Он маленький, от дросселя. Так же, переключатель. Выпрямительный диод. Диод старой, обычный, с телевизора. В целом, не так уж сложно создать преобразователь. Так, как такой для фонаря. Вот его свойство освещения. Был изменён китайский фонарик, так как я устал на него покупать батарейки. Сейчас он стал лучше. Так такое преобразовательное.